Всем доброго вечера! Сегодня с вами вяжем нимфу куколку ручейника или по-другому Кадис Пупа. Для этого я буду использовать крючок от фирмы RXF W521. Устанавливаем губки тисков. И приступаем к монтажу. Начнем с того, что придадим нашей будущей нимфе изначально немного выпуклое тело. Для этого я воспользуюсь шелком от Симперфлай. Обычный белый шелк. Вы можете использовать равницу или что-то, что может придать объем телу мушки без лишнего расхода материалов. Фиксируем на цевье. И излишки подрезаем. И начинаем формировать тело мушки. Мушки без лишнего расхода материалов. Я думаю, будет достаточно. Такого слишком тоже борщить не будем. И делаем финишный узел. Аккуратненький. И отрезаем излишки. Ну а теперь будем использовать обычную монтажную нить. У меня это Симперфлай. Наношелк 18.0. Под налощи немного нить. И зафиксируем на цевье. Излишки также отрезаем. Так. Ну а теперь мы зафиксируем следующий элемент. Это пряжа также от Симперфлай. Дёрти Бак Ярн. Цвет Мотут Голден Олиф. Золотистый оливковый. Он идёт спаренный две нитки. Но мы берём всего лишь одну нить. Нам этого будет достаточно. Одна нить. И фиксируем также на цевье. Мотут Голден Олиф. Например, мы зайдем до этой точки, здесь у нас будет заканчиваться тело мушки. Немного вернем монтажную нить и зафиксируем следующий элемент, это та же пряжа от Simperfly, но только темно-оливковый, Dark Olive цвет. Тоже берем небольшой отрезок, всего лишь одну прядь и также фиксируем уже сверху цевья. И проматываем примерно до этой точки, чтобы у нас было немного расстояния вот здесь между пряжами. Оставляю для того, чтобы первые витки сделать светлой пряжей и потом уже сегментировать, потом уже делать сегментацию именно с помощью темной пряжи. Здесь можно прикрыть все остатки. Ну и в принципе можно приступать к сегментации. Можно просто проматывать пряжей. Ну я делаю это так, я ее скручиваю еще дополнительно. Вот такую вот скруточку делаю. И уже потом начинаю формировать тело мушки. Аккуратненько. Виточек к виточку. Периодически подкручиваем. И формируем тело мушки. Дошли до темного цвета. Мы сейчас поправим. Дошли до темной пряжи и пропускаем уже светлую пряжу. Буквально два витка под темной пряжей. Один, два. Затем мы перекидываем темную пряжу и третьим витком получается мы ее накрываем. И продолжаем формировать тело. Одним витком перекрыли и два витка под темной. Ну и в принципе такая же операция у нас будет на протяжении построения всего тела мушки. Перегибаем темную. Один виток. Немного неудобно на камеру. И продолжаем. Так же два витка под темной. Один виток перекрываем. Два под темной. И перекрываем. Два под темной. И перекрываем. Ну на этом я думаю мы закончим формирование тела мушки. Получается вот такое вот тело. Теперь вот у меня монтажная нить тут висела. Сейчас мы немного распустим обратно. И зафиксируем. Сейчас зафиксируем темную пряжу. И зафиксируем светлую. Немного промотаем по направлению колечку. И излишки уже здесь можем сразу удалить. Излишки не выбрасываем. Нам еще пригодится светлая пряжа для того чтобы там сформировать торакс. Мы сделаем из нее даббинг. Так сказать. Распустим. И сделаем даббинг. Так. Зафиксируем окончательно. И получаем вот такое тело. Уводим монтажную нить к колечку. Все лишнее удаляем. Уводим к колечку. И здесь будем мы фиксировать будущие глазки нашей нимфы. Для этого я буду использовать леску. У меня флюрокарбон 0,35. И отрезаем кусочек. Отрезали кусочек. Зажали в пинцете. И подпаливаем с двух сторон. Аккуратно, не спеша. С одной стороны и с другой. И получили такие вот глазки. Заготовку нашу. Под глазки. Фиксируем. У колечка. Проматываем восьмерочкой. Ну, вроде ровненько. Все хорошо. И вводим монтажную нить немного назад. Сейчас мы зафиксируем бородки хвостового пера фазана. Они будут служить нам зачатками крыльев. Отрезали такой сегмент. И фиксируем сверху на цве. Аккуратненько, сверху. Чуть вперед даже промотать. Ну, и зафиксируем остатки. Замечательно. Далее, далее, далее мы берем остатки нашей пряжи светлой. Превращаем ее с помощью щеточек, липучек. Превращаем его в дайвинг. Распускаем. Монтажную нить уводим назад. К зачаткам. И наносим немного дайвинга. И понемногу формируем торт с мушки. Не хватило. Добавляем. Мало, немного. Лучше по чуть-чуть. С материалами лучше не борщить всегда. Проматываем. Немного даже в этой точке. Я думаю, мы зафиксируем следующие два элемента. Это крылышки и ножки. Сначала зафиксируем ножки. Ножки могу делать из меха серны. Можно делать точно так же из меха косули помягче. Я уже где-то делал, использовал также бородки пера фазана. В общем, альтернатива и замена этому всему есть. Отрезаем небольшой пучок. Предварительно выровняли этот пучок. Немного. Отмеряем длину примерно до конца тела и фиксируем. Излишки отрезаем. Аккуратно теперь. У нас получились наши ножки. Закроем окончательно. Так. Перевели немного назад. Сейчас мы здесь закрепим следующий элемент. Это крылышки. Выполняться они будут из пера французской куропатки. И очищаем пуховую часть. И так как у нас с этой стороны будет крыло загибаться в эту сторону. То мы очищаем верхнюю часть бородок. Очищаем. Получается такая конструкция пера. Отгибаем часть бородок. Назад. Берем пинцет. Вот в этой точке, где у нас бородки смотрят назад. Мы прихватываем пинцетом. Пинцетом. И собираем бородки так вот до кучи. Получается такое вот крыло. Можно повторить, чтобы было более-менее ровнее. С первого раза может не получиться. Зажимаем в точке. И собираем пальцами до кучи. Чуть-чуть поправим. Получается такое крыло. И фиксируем его в нашей точке крепления крыла. Можно чуть-чуть его вниз даже поправить. И фиксируем окончательно покрепче. Излишки отрезаем. Повторяем ту же самую операцию, но уже для противоположной стороны зафиксируем с этой стороны. Такую вот крыло. Берем также перо. Очищаем пуховую часть. Ну вот так как мы делаем это крыло теперь уже для противоположной стороны, то очищать мы будем уже нижнюю часть бородок с пера. Сейчас очищу. Получаем опять же такую же конструкцию для противоположной стороны. отводим. Отводим бородки пера назад. Вот так вот половину. Берем пинцет. Зажимаем. И собираем. Ну а теперь получилось крыло теперь для противоположной стороны. Собрали его до кучи. И фиксируем с противоположной стороны. отмеряем примерно одну длину. Прикладываем и фиксируем. Проверяем. Примерно попали. Замечательно. Можем теперь окончательно это все закрепить. И излишки отрезать. подчищаем все перышки и бородки. Все лишнее убираем. Замечательно. Еще осталось чуть. Убрали. Вернем немного монтажную нить назад. Добавим чуть дабинга нашего. Самую малость. Прикроем чуть эту область. И теперь начинаем формировать зачатки крыльев. Берем наши хвостовые бородки. Бородки пера хвостового. Пера фазана. Накрываем таким вот образом. Нет, я бы даже добавил немного дабинга. Немножко еще добавим. Ну и теперь накрываем наши зачатки крылышков. Перегибаем. Перехватываем. Перехватываем. И закрепляем. Закрепили. Немножко даже вот так отогнули бородки пера назад. И наносим дабинг. Еще дабинг, чтобы окончательно закрыть уже все просветы. Все, что у нас там. наносим дабинг. Наносим дабинг. Накрываем. Накрываем. Продолжаем эти зачатки. И окончательно фиксируем у колечка. И излишки отрезаем. Что-то у нас лишнее уберем. Поправим. И остается нам зафиксировать усики. Усики делать буду также из хвостового пера павлина. Но только уже золотого. Но точно также можно использовать обычного охотничьего. Берется две бородки. Ни больше, ни меньше. Отмеряем длину. Примерно равной чуть. Длине тела. Но может чуть-чуть больше. И фиксируем также у колечка. Примерно будет вот так. Давайте с вами раскроем его. Я думаю хватит. Можно подлиннее, можно покороче. Это уже на ваше усмотрение. Излишки отрезаем. Делаем финишный узел. Монтажную нить удаляем окончательно. Сейчас наведем немного лоска. Для этого нам потребуется немного ов-геля от GULF Black Magic черного цвета. И наносим гель на глазки. С одной стороны. Фиксируем. Фиксируем его. И с другой. И с другой. Точно так же фиксируем. Точно так же. Поправляем усики, перегибаем, поправляем. И поправляем лапки, здесь тоже аккуратно поднимаем весь мех, даббинговой иглой, на камеру, чтобы видно было, даббинговой иглой поднимаем весь мех. И пережимаем, вот так вот, немного таким вот образом, придавливаем. Получаются такие вот ножки. Немного поправим, расправим. Можно еще даже подогнуть. Больше. И у нас с вами получается вот такая нимфа. Нимфа, куколка-ручейника. Или Кадис-пупа. Всем спасибо за внимание. Проставляйте лайки, комментируйте, задавайте вопросы. Если что-то непонятно, пишите, отвечу. Также не забывайте заходить на инстаграм страничку. Там тоже много интересного у нас происходит. Так что всем спасибо и до новых встреч.